Глава комитета Госдумы по делам Содружества независимого государства и российской интеграции связи с соотечественниками Леонид Слуцкий прокомментировал в Информ-24 последнее заявление киевских властей о продолжении силовой операции на юго-востоке Украины. Мы должны констатировать, что по крайней мере четыре попытки мирового сообщества с участием России содействовать нормализации ситуации на Украине, возвращению этой ситуации в конституционное русло, прекращению политического и гуманитарного кризиса дали сбой. 21 февраля соглашение, парафированное министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши. 17 апреля Женевская конференция. 7 июня визит в Москву Дидье Брукальдера, действующего председателя ОБСЕ, президента Швейцарии, и его план четырех действий. Сейчас Берлинская конференция. Каждый раз киевские власти нам что-то обещают. И каждый раз эти обещания расходятся с делом. Кровопролитная карательная операция продолжается. Люди продолжают погибать. Гуманитарных коридоров, четко выгроженных, по-прежнему не существует. Люди покидают свои дома и идут в неведомое, переходя границу, стремясь попасть в Российскую Федерацию, практически рискуя жизнью. Вот над этим сейчас мы работаем. Гуманитарные коридоры, гуманитарная помощь, усилия международного сообщества в парламентской плоскости. Сегодня это международная контактная группа, которая решением бакинской сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ будет создана в самое ближайшее время. Что касается другой реакции России, то, простите, ввод войск – это просто Третья мировая война. Это то, на что нас провоцирует Запад. Это то, к чему стремятся наши, как я их называю, стратегические друзья, стремясь предельно деформировать образ России и ее руководство в мировом информационном и в мировом политическом пространстве. И тогда могут погибнуть уже десятки тысяч человек. И этого допустить никак нельзя. С одной стороны, больно смотреть, как погибают наши на Украине, наши, те подвижники, которые отдают жизни за то, чтобы жить в свободной демократической стране, учить детей на родном для них русском языке. И вместе с тем мы понимаем, что сегодня идет цивилизационная, геополитическая схватка, в том числе за русский мир. Идет схватка за то, быть миру в 21-м столетии однополярным, с гегемонией одной державы. Или сохранится тот многополярный миропорядок, который установился на планете по итогам Второй мировой войны, зловенствующей роли Организации Объединенных Наций, той самой ООН, совбез которой уже взломан госдепом США. Давайте вспомним резолюции по Косово, Ираку, Афганистану, Ливии, когда черным по белому писалось никаких вооруженных сил, а затем, прикрываясь этими же резолюциями, как фигурным листком, простите, вооруженные силы Альянса, входили на территорию этих стран и уничтожали неугодные однополярному миропостроению режимы, их лидеров. Стыдливо потом, как было в случае с Садовым Хусейном, разводя руками, не нашлось, так сказать, химического оружия на территории Ирака. Или вспомним территорию, или вспомним ситуацию в Косово, знаменитое стихотворение к славянам Федор Ивановича Тютчева, который был не только знаменитым поэтом, но и известным политиком своего времени. Он презентовал в 1867 году в Дворянском собрании Санкт-Петербурга стихотворение к славянам. Давно на Ниве Европейской, где ложь так буйно разрослась, давно наука и фарисейская двойная правда создалась, как будто написано сегодня. Она длинная, в последние сроки не тронута Косово поле, не срыта Белая гора. Косово всегда было краем православных святынь. Уничтожены десятки православных соборов, сровнены земли десятки православных кладбищ. И сербский этнос, столетиями жившей на этой территории, вытеснен за территорию Косово. И уже через несколько лет крупнейшие международные институты, ОБСЕ, ООН, затем Совет Европы, ставят согласительный штамп в своих резолюциях на Косово для Косоваров. Несмотря на то, что это очаг радикальной исламизации в центре Европы. Но это было угодно Соединенным Штатам, которые, почитайте интересные работы Натальи Алексеевны Нарочницкой, добившись независимости Косово для Косоваров, прошли на углеводородный эллипс на Средиземноморье. И сейчас там контролируют ситуацию. Это крупнейшая экономическая победа США в Европе за 200 с лишним лет существования Соединенных Штатов. Такая же ситуация была и у нас на Северном Кавказе. Но президент России тогда сумел восстановить конституционный строй, как ни шельмовали тогда Россию на международных площадках, в том числе и в Пассенос тогда лишали права голоса в апреле 2000 года. То есть новое, происходящее сейчас, это хорошо забытое старое. Действует третий закон диалектики, спираль, и, к сожалению, виток ее оказался достаточно небольшой, всего 14 лет. Сейчас ситуация такова, что нам некуда дальше отступать. Цивилизационная схватка вплотную подошла к границам России. Как писал справедливо Владимир Владимирович Путин в одной из своих предназначенных статей социальная политика, строительство справедливости для России в начале 2012 года. У нас шестая часть суши, но всего лишь 2% населения Земли. И наши стратегические друзья, как я их называю, хотят сегодня втравить нас в горячее противостояние. Сейчас уже не холодная, но еще не горячая война. Сейчас ситуация, по сути, передвоенная. Сейчас те, кто хочет однополярного мира, не собираются, пройдя Ирак, Афганистан, Косово, Ливию, Венесуэлу, где с большой вероятностью был ими же отравлен президент Венесуэлы Уго Чавес. Сейчас Украина, где Запад пытается через Киевскую хунту вытеснить все русское через кровь, через сожжение, через любые карательные операции, все русское, весь русский мир за территорией Украины. Сегодня это геополитическая схватка у наших границ. И эти силы не будут останавливаться, даже зная то, что мы обладаем ядерным оружием. Они обладают им тоже. И сейчас они четко движутся к своей цели. Построение на планете однополярного мира отныне и навсегда. Потом уже каким-то образом они разграничат сферы экономического, в первую очередь, влияния с Китаем. Но не будет в этом случае, как они уверены, Евразийского экономического союза, который как кость в горле для тех, кто хочет однополярного господства. Какое однополярное господство, если будет единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока? Как еще писал в свое время великий Шарль Деголь. И, конечно, членство Украины в таможенном союзе, даже гипотетическое, даже воображаемое, было смерти подобно для тех, кто хочет построить на планете 21-го столетия однополярный мир. Давайте вспомним парадигму Бжезинского, озвученную в книге «Великая шахматная доска» в 1997 году. Новый мировой порядок создается на обломках России против России. Россия с Украиной сверхдержава, без нее наоборот. И форпостом нашей деятельности по установлению нового однополярного миропорядка является Украина. Это применимо сейчас не только к России, но и к евразийскому проекту. Членство, в котором, начиная с таможенного союза Украины, замерещилось в сознании наших стратегических оппонентов с момента, когда президент Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите Восточного партнерства в конце ноября прошлого года. Почему отказался? Это потому что переход на технические стандарты Евросоюза неминуемо выбросил бы на улицу тысячи и тысячи трудящихся с инфраструктурно значимых промышленных предприятий Украины. Для нас национальная экономика Украины с износом основных фондов по ряду отраслей промышленности до 80% отнюдь не подарочек. Но это не понимали в Соединенных Штатах. И не все там есть масса здравомыслящих людей, исследователей, представителей гражданского общества, экспертов. Именно те, кто сегодня во власти, именно те, кому нужен однополярный мир за гегемонию Соединенных Штатов, так испугались тогда призрака вступления Украины в таможенный союз, что в Киев посыпались, как из рога изобилия, десятки западных политиков-тяжеловесов, которые в нарушение всех норм и практики международного права, там раздавали пирожки, выступали на Майдане, началось массовое финансирование правительственных организаций, создание правонационалистических организаций, таких как правой сектор. И мы знаем, во что это вылилось еще до Нового года, в погромы, которые не контролировались даже самими лидерами оппозиции. И дальше гражданская война. Страшная, кровопролитная, которая усиливается с каждым днем. И в этой ситуации мы должны четко отдавать себе отчет, кто мы, где мы, на каком свете мы находимся. И как тяжело сегодня президенту России, который видит, как умирают наши на Юго-Востоке, но он не имеет права не только начинать силовую операцию, которая может привести к Третьей мировой войне, но даже и создавать у мирового сообщества впечатление о воинствующей агрессивной России, потому что мы совершенно не такие. И именно поэтому отозвано о согласовании Совета Федерации на применение вооруженных сил на Украине, чтобы доказать всего миру, что мы не те, кто угрожает. Угрожают совершенно другие силы. Мы те, с кем нужно конструктивно взаимодействовать. Мы те, кто готовы к такому взаимодействию, для того, чтобы конституционный и гуманитарный кризис на Украине был преодолен в самое ближайшее время. И сегодня многие здравомыслящие силы в Европе это понимают. В Европе, которую тоже неизбежно захлестнет после нас эта волна панатлантической экспансии. И такие абсолютно чуждые западноевропейской цивилизации явления, как мультикультурализм или американский демографический плавильный котел неизбежно придут и в Западную Европу. Я не хочу никого пугать. Но мы понимаем, судя по панатлантической экспансии на европейские площадки, на европейские организации, что, в принципе, ждет старушку Европы в том случае, если сейчас эта цивилизационная схватка будет проиграна. Какой коллапс ожидает русский мир? Каким будет однополярный мир, построенный на крови в 21-м столетии? Этого допустить мы не имеем права. Мы – наше поколение. Это проблема сегодняшнего дня. И мы обязаны принять участие в ее разрешении так, чтобы этой страшной ситуации с однополярностью, построенной на крови, не было ни у нас, ни у наших детей. И это сегодня наша главная задача. А наших на Украине мы не бросим. Они нам родные. И как бы ни была сложна сегодня ситуация, мы будем употреблять все свое влияние, все свои возможности, пусть скромные, для того, чтобы решать гуманитарные задачи, решать их немедленно. Я возглавляю российский фонд мира, который занимается, в том числе, поставками гуманитарной помощи в Донецк и Луганск, крупнейшую в России неправительственную организацию. Я могу сказать также о том, что мы будем проявлять самое форсированное и, надеюсь, эффективное усилие на международных площадках. Таковы сегодня наши возможности. Пусть скромные, но, уверен, эффективные. Потому что здравых людей по отношению к тому, что сегодня происходит на Украине, происходит в мире, скажем так, в целом, становится все больше и больше. Наше дело правое, и победа будет за нами.